Связь Эльбер, израильский журналист, главный редактор Лучшее радио. Здравствуйте! Здравствуйте! Шалом и слава Украине! Героям слава! Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяху допустил возможность тактических пауз в боевых действиях в секторе газа, однако исключает возможность всеобщего прекращения огня. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США продолжит переговоры с Натаньяху относительно возможности гуманитарного перемирия. Также Бенемин Натаньяху заявил, что после окончания боев общую ответственность за безопасность в секторе газа в течение неопределенного времени будет нести Израиль. Он не объяснил, как именно израильтяне намерены контролировать газу, а что обычные израильтяне думают о временном перемирии и каким, по-вашему, будет будущее газа? У нас абсолютно все эксперты, военные эксперты и военные говорят, что гуманитарное прекращение огня, которое предлагают американцы на три дня, совершенно недопустимо, потому что после этого вряд ли уже будет возобновление наземной операции, возобновление огня. Это уже просто логика войны не позволяет. Это уже будет восприниматься абсолютно как нападение Израиля на газу. Кроме того, это даст возможность Хамасу перегруппироваться, наладить логистику, пополнить запасы боеприпасов и, может быть, возобновить ожесточенное сопротивление. В последние дни, в последние два дня мы видим резкое изменение ситуации. Сопротивление Хамаса ослабло. По всей видимости, ослабли его возможности обстрелов израильской территории. И мы видим, как, наконец, население стало уходить на юг. Население города Газа стало уходить на юг. Сегодня, вот вы сейчас как раз показываете эти кадры, идут толпы людей с белыми флагами. Израиль их пропускает. Каждый день есть по многу часов вот эти гуманитарные коридоры по улице Салахаддин, центральной улице. И население уходит с белыми флагами, уходит, эвакуируется на юг. Ведь до сих пор Хамас препятствовал этому всячески. Даже были показания отдельных жителей, которые рассказывали, что Хамас просто выстраивает, останавливает движение, просто в буквальном смысле расстреливает людей, которые пытаются уйти, не пускает машины. Вот сегодня, по всей видимости, этих блокпостов Хамаса уже не осталось. По всей видимости, их все уничтожили с воздуха там или артиллерией. Поэтому освободился проход. Ну и кроме того, по всей видимости, до жителей города Газа доходит, что это серьезно, что бои будут серьезные. Они тоже знают о существовании вот этих подземных туннелей. Наверняка многие из них видели эти туннели своими собственными глазами. Кто-то, может быть, принимал участие в этих строительных работах. Поэтому они сейчас уходят в южную часть города Газа. Это тоже хорошо для Израиля. Будет меньше потерь среди мирного населения, что, в общем-то, тоже является одной из задач израильской армии минимизировать потери среди мирного населения и убить как можно больше террористов, вооруженных террористов. Каждый, кто там находится с оружием в руках, считается легитимной целью с точки зрения Израиля. Поэтому Нетаньяу пока говорит, что Израиль не согласится ни на какое гуманитарное перемирие, пока Хамас не освободит заложников. Хамас говорит в ответ, что он не собирается вести переговоры об освобождении заложников, пока Израиль продолжает огонь. И, кстати, тема заложников для американцев тоже очень важна. Американцы все-таки надеются вернуть своих граждан, как минимум своих граждан, может быть, и всех остальных, посредством переговоров через Катар. Но, на мой взгляд, такая вероятность очень низкая, потому что Хамас понимает, что это их последний-последний актив. Если уже будет совсем, вода подойдет к горлу, то они смогут обменять просто заложников на свою жизнь. То есть им дадут возможность куда-то уехать из газа в другую страну и сохранить таким образом свою жизнь. Но то, что газа будет в течение какого-то времени находиться под внешним управлением, я не знаю, будет ли это только Израиль, возможно, будет некая коалиция, возможно, к управлению подключат и палестинскую автономию. То есть есть разные сейчас сценарии на этот счет. Но да, всем понятно, что какое-то время, ну, по крайней мере, пока не будет найдено решение. Мы не знаем еще пока, что будет с газой потом. Мы знаем, что мы не можем больше жить с этой угрозой у нас под носом постоянной. Но что будет потом, мы не знаем. Вот пока мы разберемся, придумаем, утвердим, договоримся, согласуем, все это время армия будет находиться там. Ну и кроме того, мы говорили о том, что эта операция продлится несколько месяцев, может быть полгода, может быть год. Но мы видим, что, скорее всего, через несколько дней она закончится. То есть мы видим, что уже Израиль находится в нескольких сотнях метров от центрального бункера Хамаса, вот в городе Газа, возле больницы Шифа. Не знаю, закончится ли эта война, но это будет такой флаг над Рейхстагом. Несомненно. Возможно, после этого еще будут продолжаться несколько недель, месяцев зачистки и коллапсирования этих туннелей. Будут искать и разрушать туннели. И, по всей видимости, это займет еще какое-то время. Но Газа вернется под военный контроль Израиля, как это, в общем-то, было до 2005 года. До 2005 года Газа находилась под контролем Израиля. И я не скажу, что там прям совсем не было террора. Был, конечно, террор, но это не сравнить с размерами террора, который начался после того, как мы оттуда ушли. И демонтировали израильские поселения, еврейские поселения, которые были в северной части Газы. Отошли к международно признанным границам, к всеобщей радости международной общественности. Но, в общем-то, мира мы не получили. И Хамас очень скоро захватил там власть, выгнал оттуда палестинскую автономию. Получили войну. Не мир получили, а получили войну. Получили войну. Я вам скажу, что я помню, я приехал в Израиль в 1990 году. Я помню, как израильтяне совершенно спокойно ездили в Газу попить хороший кофе или поесть хумус. Это было совершенно обыденным делом. И никакой такой вот прям смертельной вражды не было. И все было тихо, спокойно. Да, потом мы сами привезли этих бандитов, заставили палестинцев подчиняться этим террористам. Сначала Арафату, потом Хамас еще появился. Израиль сделал много стратегических ошибок, но я надеюсь, что лучше поздно, чем никогда, что сейчас придет понимание, в чем мы ошиблись и как нам жить дальше здесь, в этом регионе. Сектор газа становится кладбищем для сотен палестинских детей. Вот так заявил накануне Генсек ООН Антонио Гутерриш. Также назвал ситуацию в Анклаве кризисом человечности. Тем временем, Департамент здравоохранения сектора газа, контролируемый Хамасом, сообщил, что с начала войны в результате ударов Цахал по сектору газа было убито 10 328 палестинцев. По данным медиков, сектора еще 25 956 палестинцев были ранены. Конечно же, проверить эти данные не представляется возможным. Кроме того, по указке Хамаса департамент намеренно разделяет, не разделяет количество погибших на террористов и гражданских лиц. По-вашему, манипулирует ли Хамас цифрами убитых и раненых? Власти Израиля утверждают, что в Газе нет гуманитарного кризиса. Конечно, Хамас манипулирует. Хамас всегда манипулирует. И статистика, и всем, естественно, даже Байден сказал, что доверия к данным Хамасовского министерства образования, так называемого, доверия к этим данным никакого нет. Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, первое, что надо сказать в этой ситуации, что почему-то 6 октября жители Газы спокойненько себе жили, ходили в кафе, ели в ресторанах. У них была вода, у них было электричество, у них было все необходимое, интернет и так далее. 6 числа. А вот 7 числа почему-то их начали бомбить, почему-то у них начали рушиться дома, почему-то начала проливаться кровь, начали погибать люди под развалинами. Вот это важно понимать. В такой ситуации всегда очень важно, кто первый начал. Потому что всегда красиво так вот взять, как Гутерреш, который там возглавляет социнтерн, надеть такое белоснежное пальто и выйти и сказать, как плохо, что гибнут дети. Мы прогрессивное человечество за то, чтобы никогда нигде не гибли дети. Это, конечно, очень красивая поза, но в этой ситуации очень важно понимать, что принципиален вопрос, кто первый начал. И да, если происходит на улице какая-то драка, то в полиции в первую очередь выясняют, кто первый начал. Это очень важно, чтобы определить, кто потерпевший, а кто нападающий. Поэтому за все жертвы среди мирного населения в первую очередь несет ответственность Хамас по определению. Это в общем и целом. Теперь второе. Хамас заинтересован, чтобы количество жертв среди мирного населения Газа было максимальным. Они подставляют мирных палестинцев под огонь тем, что они размещают свои военные объекты, именно прикрываясь гражданской инфраструктурой. Показательно, что главный бункер Хамаса находится в бункере под больницей. То есть этот бункер нельзя разбомбить, потому что иначе будет разрушена больница, которую, кстати, построил Израиль. Больницу строили израильтяне. Это два. Это тоже очень важно понимать. Они размещают... Подземные туннели, да, вот я смотрю. Подземные туннели, да, в парке детских аттракционов, возле гражданского университета, где хранились химические вещества. Детские школы, детские садики, естественно, они прикрываются мирным населением. Да, вот это знаменитое интервью Абу Марзука в Москве, да, когда он пришел в студию Russia Today, и он сам говорит, а что это нас спрашивают, что мы построили 500 километров туннелей и ни одного бомбоубежища для мирного населения? Вы что думаете, мы собираемся о мирном населении заботиться? О мирном населении должна заботиться ООН, потому что они тут все беженцы. ООН должно заботиться о мирном населении. То есть не Хамас должен заботиться о том, чтобы не погибали люди, а, соответственно, кто угодно другой. ООН должно давить на Израиль, чтобы Израиль не отвечал на террористические атаки. Вот. Это второе, что надо понимать. Для Хамаса, чем больше потерь... Понимаете, сектор газа – это очень маленькая территория с огромным населением и самым высоким в мире приростом населения. Поэтому мирные жители – это самый дешевый расходный материал для Хамаса. Чем больше будет жертв, тем громче будет кричать BBC, New York Times и все остальные, Гутерреш и все остальные вот эти в белых пальто, Папа Римский и так далее, и так далее. Не говоря уже про арабские страны, про дни гнева, про вот эти митинги и демонстрации. При том, что надо понимать, что дети гибнут во многих местах. Дети гибнут в Мариуполе, дети гибнут в Бахмуте, дети гибнут в Йемене, дети гибнут... Ну, я не знаю, вот сейчас, например, Пакистан решил депортировать 7 миллионов афганских беженцев обратно к талибам. Что будет с этими людьми? А никого не интересует, что кто-то где-то, New York Times где-то написал, ну, может быть, там на какой-то последней странице. 7 миллионов, да, 7 миллионов человек, сейчас, которые бежали от талибов, сейчас их отправляют обратно. И как бы никого это не волнует. Но здесь просто все международное сообщество встает на дыбы и начинает причитать по поводу палестинских детей. И третья вещь, которую тут надо понимать, что Израиль делает все возможное и невозможное для того, чтобы не было потерь среди мирного населения. Да, вот я очень часто встречаю всякие заявления, что, типа, Израиль ведет особенно российские средства массовой информации, ковровые бомбардировки. Очень важно подчеркнуть, что у Израиля даже нет оборудования для ковровых бомбардировок. Это когда летят бомбардировщики, сыпят бомбы, как снег, они вот падают. Это нужно специальное оборудование, тяжелые бомбардировщики, специальное оборудование. У Израиля даже нет на вооружении такого оборудования. Израиль никогда не проводил ковровые бомбардировки. Израиль стреляет высокоточными ракетами, каждая из них стоит миллионы долларов и стреляет сугубо по тому объекту, по которому надо стрелять. Израиль не только воюет по всем конвенциям, по Женевской конвенциям, по всем конвенциям, соблюдая все правила и обычаи войны, не только Израиль сам себе завышает эти стандарты, чтобы на всякий случай, чтобы ничего не нарушить. Например, наш протокол «Постучите в крышу», когда Израиль собирался бомбить какой-нибудь дом, где располагались объекты Хамаса, всех жителей дома предупреждали за несколько часов, что вот эвакуируйтесь, ваш дом будет разрушен. И сейчас, в данный момент, Израиль от этой практики отказался, потому что за это время Хамасу удается спасти все, что необходимо. Израиль в результате рушит одни стены. Поэтому от этой практики Израиль отказался, но есть общее предупреждение, что вот разбрасываются листовки, посылаются смс-ки каждому человеку, что вот мы предупреждаем, этот район мы будем бомбить, просим вас эвакуироваться, переместиться в другое место. Есть такие предупреждения. Поэтому мы считаем, что наша армия действует по максимуму для того, чтобы потери среди мирного населения были минимальны. Также Хамас манипулирует со статистикой, ах, вот гибнут дети, гибнут дети несовершеннолетние. Слушайте, Хамас раздает оружие, начиная с 14-летнего возраста. Там полно боевиков Хамаса 15-16 лет. Они все считаются детьми. Все, кто моложе 18 лет, они считаются детьми. Вот эти подростки, они вообще ничего не стоят. Их жизнь стоит ноль копеек. Потому что их огромное количество, работы нет, заниматься нечем. Кормиться можно только на пособие от агентства ООН по помощи палестинским беженцам, УНРА. И, соответственно, единственный социальный лифт, единственная карьера, которую ты можешь сделать, это стать боевиком Хамаса. Любой подросток с оружием в руках, да, Израиль не может определить, это подросток или он совершеннолетний, ему есть 18 лет или еще не исполнилось. Любой, кто держит в руках оружие, становится легитимной целью. И, соответственно, да, возможно, там гибнут подростки, но эти подростки с оружием в руках. И очень много раз проверки Израиля показывали, что, да, когда Хамас заявлял, ой, катастрофа, погибло столько-то мирных жителей. Боевики Хамаса, они неотличимы от мирных жителей. Если спрятать автомат, который был у них в руках, или гранатомет, да, то они ничем неотличимы от мирных жителей. Лежит себе подросток, да, окровавленный в гражданской одежде. Но потом проверка показывает, что он был боевик, он принадлежал к такому-то, такому-то подразделению, вот такой-то, такой-то у него был командир. Ну да, и привлечение детей, ведь это тоже военное преступление. Это тоже военное преступление. У нас остается буквально три минуты. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами вместе посмотрели видео и буквально хотя бы кратко прокомментировали. Вот сеть Аль-Араби опубликовала кадры, на котором палестинские женщины и дети толпятся вот в очереди за бесплатной едой в Рафиахе. Может ли вот все происходящее быть постановкой для демонстрации гуманитарного кризиса в секторе ГАЗа? Там вот и разные ракурсы съемки, работа на камеру, одинаковая какая-то посудина, да, или реквизит, наверное. О постановочных сюжетах Хамаса вот уже писали СМИ и даже запечатлели актера, который притворялся мертвым. Как вы это все оцениваете? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, мы, нам давно это явление известно, это мы даже называем Палливуд, да, палестинский Голливуд, да, когда они снимают всякие разные такие вот сюжеты, и они обожают это делать, и западные СМИ с большим удовольствием это все проглатывают и распространяют потом как проверенную информацию, да, и уже много раз их ловили, разоблачали. В социальных сетях хамасовские каналы вообще постят картинки убитых детей, которые были сделаны в Сирии во время гражданской войны, там, в Афганистане, в других местах, и все это постят как новые фотографии, сделанные в секторе ГАЗа для того, чтобы нагнетать эту антиизраильскую истерию. Мы с этим знакомы уже давно, и Израиль пытается, насколько это возможно, все эти фейки разоблачать, но это не всегда получается. Слушайте, то, что сегодня творится в южной части сектора ГАЗа, да, я допускаю, что там, наверное, есть очереди за гуманитарной помощью, наверняка есть, но, по крайней мере, никто там, да, к сожалению, война это, да, дискомфортно, да, война это дискомфорт, война это страдания, что делать? Не Израиль эту войну начал, да, и 6 октября никому не надо было толкаться в очередях за водой, да, естественно, потому что Израиль снабжал их водой, Израиль снабжал их электроэнергией. Хамас же так и говорит, Абу Марзук так и сказал. Нет, это не Абу Марзук, это Альхия, заместитель Синвара, заместитель главаря Хамаса дал интервью New York Times. Он сам находится в Катаре, в семизвездочной гостинице, как водится, а при этом он говорит, что Хамас не про это, мы не собираемся заниматься энергоснабжением или водоснабжением, нам это совершенно, мы для войны, мы для того, чтобы воевать с Израилем, и наша цель вернуть палестинский вопрос в мировую повестку дня. А электричество и вода, это вообще не наша проблема, вы заботьтесь, мы что? Мы боевики, вы заботьтесь. Ну и мы видим с вами, да, как они вернули этот вопрос в повестку дня, и на самом деле действительно показали, что к чему. Мне кажется, что тут невооруженным взглядом видно, что на самом деле происходит, видно эти постановочные фильмы. И сегодня вы очень интересную информацию дали о том, что фактически, я так понимаю, израильские силы уничтожают вот эти блокпосты боевиков, которые реально мешают мирным людям выходить из вот этих опасных мест. К сожалению, наше время в эфире уже заканчивается. Спасибо большое, что нашли время для связи с нами. Напомню, зрителям Связильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшее радио» был с нами на связи. Всегда вам рады на Фридоме. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова